МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Личная стратегия. Идея о построении личной стратегии у меня возникла осенью 2014 года. К тому времени мы завершили формирование стратегии корпоративной. И я посмотрел, как она выглядит со стороны. Что такое корпорация? Корпорация — это какое-то количество личностей, соединенных одной целью, одними ценностями, одной идеей, получения прибыли. Материализуем вот это количество личностей в одну личность. Чем отличается личность от корпорации, от государства? Принципиально в ходе желаний и реализации построения задач ничем. Вопрос в том, что чем больше людей, тем меньше влияние личности на этот коллектив. Это как индивидуальный вид спорта и командный вид спорта. Если речь идет о персоналии, то алгоритм построения стратегических целей, достижения их и весь этот процесс, он по структуре и по своему алгоритму ничем не отличается от компании. Что я сделал? Я взял модератора, специалиста по технологии и погрузился в это на два дня. Я отключил все телефоны, погрузился на это два дня. Процесс выглядел примерно так. То есть мы сначала говорили в целом о ситуации, о том, что бы я хотел, что у меня есть, о чем я думаю, о чем я мечтаю. Потом это все переложили на какие-то определенные временные рамки. Потом начали двигаться по временным рамкам относительно возраста, например, 45, 50, 60, 70, 80, 100 лет. И меняли параметры наполнения, структуры потребления времени, основных активностей, денежных потоков, каких-то бытовых запросов, структуры времени, структуры инвестиций времени, КПД выхлопа. Ну вот все-все-все мы брали и структурировали, исходя из примерно одинакового шаблона. Только в разрезе компаний говорить о стратегии через 50 лет, это вообще невозможно. То есть можно самое длинное сейчас рассматривать, это 10 лет, самое длинное. А потом это doesn't working. А если говорить о личной стратегии, то в принципе надо думать вообще, как ты хочешь закончить жизнь. Зачем это нужно? Вообще мой любимый вопрос. Если ты хочешь к чему-то идти, то визуализация этого процесса, она приводит к тому, что ты его просто наводишь на нем резкость. Ты его фокусируешь перед собой. То есть он в принципе есть, и ты наводишь резкость. Ты говоришь, вот картинка примерно такая, и для того, чтобы эта картинка лучше отражалась в твоем мозгу, создавала тебе подсознательный и сознательный ряд каких-то твоих действий, эмоций, и даже групп людей вокруг тебя, тебе нужно получить какую-то визуализацию. Другую, кроме как осознание. Если каждого из вас спросить, что ты хочешь к 45 годам или к 50 годам, я хочу счастливую семью, хорошую работу, закрытые бытовые потребности. Да, но лучше когда картинка есть. Вот конкретный дом, конкретное количество детей, какие-то конкретные параметры, они описаны и материализованы. То есть есть пиктограммки, есть цифры, есть что-то нарисованное, что можно видеть, визуал какое-то решение. И они закладываются в подсознание. Я свою стратегию смотрю не чаще, чем раз в полгода. Вот сегодня посмотрю. Но она у меня есть, я знаю, где она у меня лежит, я знаю, как в нее найти, и как она даже в целом выглядит. И я скажу, что в какой-то части, в значимой, я уже продвинулся. Ее можно корректировать, как в большой организации. Страк-комитет собирается и говорит, вот мы тут меняем стратегию, потому что вот это стало невозможным, потому что приняли новый закон, и теперь вот наша организация регламентируется не только вот этим, а еще и вот этим. Или там на рынок вышла новая компания, там безумный конкурент, который там поменял вообще все расклады. Или там нефть, отказались от нефти, стала электроэнергия, а электроэнергия стала дешевой. Это поменяло весь рынок. Таких нету вещей. Но есть другие. Ты стал умнее, ты стал мудрее, ты чему-то научился, ты что-то приобрел, ты во что-то вложил, ты начал какой-то опыт. И это все параметры, которые меняют вот эту позицию в стратегии. И в способах реализации, и в самой задаче. Ты что-то попробовал, оно не пошло. Или что-то попробовал, оно пошло лучше, чем ты думал. И ты смотришь, да, я уже, наверное, не буду заниматься, вот у меня было три идеи, а вот сейчас есть одна, и я, наверное, все-таки буду на одной концентрироваться. А из этих двух оставлю только одну и тоже буду заниматься только левой рукой, левой ногой. Так, для диверсификации рисков. И так далее, таких примеров масса. Но основная задача построения собственной стратегии, это визуализация картинки, которая у тебя в голове, для большей материализации ее в своем сознании. И в таком отпечаток получить. Отпечаток, не просто мысль, которая проскочила и улетела. Задачи трансформируются в расписание. В действия. В планы действий. В совокупность планов и действий. Соответственно, следующая задача, это транспорировать в какие-то действия конкретные шаги, что я для этого буду делать. Я пойду туда, запартнерюсь с тем, сделаю такое-то количество ивентов, соберу такое-то количество учеников. Мне для этого надо инвестировать вот в это, вот в это и вот в это. И вот этот объем, а он мне даст вот такую мультипликацию. Все это конкретные шаги в реализации этой стратегии. И конкретные шаги, как алгоритм выполнения стратегии, они могут меняться, потому что стратегия может корректироваться. Ты посмотрел через год, а стратегия корректируется. Ситуация развивается в IT-секторе быстрее. И какие-то процессы уже оцифровались. Уже тот рынок, на котором ты работал, он не актуален. Надо искать новый рынок. Ты смотришь. Ты можешь найти новый рынок через там, Алладин, например, или какой-то другой сайт. Или тебе надо ехать физически в Польшу и там искать какой-то новый рынок. Строить торговый дом, набирать в офис людей. И это все очень много вводных, которые меняют диспозицию твоего сознания. Конкретизировать, перевести в действие, зафиксировать основные направления, начать двигаться по ним. Вплоть до того, что написать какие-то конкретные письма, создать месседжи, публикации. Кому-то надо открыть в Инстаграме аккаунт, а кому-то надо начать что-то там публиковать. А кому-то надо переехать из Новосибирска в город Москву. А кому-то из Москвы надо переехать в Лондон. И все это упирается в конкретные задачи. Были зафиксированы цели. Я не готов публично озвучивать свои цели, потому что, скажем, у меня есть два подхода. Первое, защитить свою мотивацию, озвучить свои цели. А второе, хочет рассмешить Бога, расскажи ему о своих целях. Поэтому я какой-то человек, у меня есть близкий круг, который понимает мои цели. Но на широкую, я не хочу сказать, что я хочу заработать сколько-то денег. Да, у меня есть какие-то цифры, совершенно количественные, качественные. Но реальные параметры, то есть это не, это я иногда получаю месседж, там, я хочу заработать 5 миллионов рублей, там, с чего мне начать? Начать с миллиона, с 500 тысяч. Ну, сижу, сижу и хочу заработать вдруг 5 миллионов рублей, но это похоже на бред. Ну, то есть, сколько ты зарабатываешь сейчас? Как ты увеличишь свою доходность? Как ты сокращаешь свои косты? Как ты переходишь на качественный уровень? Все эти вопросы, на них всех надо ответить, перед тем, как перейти к 5 миллионам. То есть, точнее говоря, эти вопросы, они включают в себя критику. Причем я без скептицизма, я говорю, какие точки роста, какие точки сокращения расходов, где твой новый рынок, чем он будет отличаться от сегодняшнего, как ты его найдешь, как ты туда пойдешь, что ты сделаешь для этого и так далее. То есть, это все вопросы, на которые надо ответить. Я не могу рассказывать о том, как разводить ягодные растения, потому что я никогда их не разводил. Но я могу рассказывать о том, что я пережил, о своем опыте, о том, как я упирался в потолок, какие вещи меня пушили. Меня по-настоящему пушат кризисные ситуации. Я когда нахожусь в жестком кризисе, в жестком напряге, я реально концентрируюсь. И это может быть, кстати, один из факторов, который выпушит вас. Вы попробуете, у вас не получится, вы почувствуете кризис, сконцентрируетесь, возьмете тот опыт, который вы приобретете, и сделаете второй шаг. И в этом ничего страшного нет. Это как после падения встать, посмотреть, у мотоцикла отлетела ножка, ничего страшного, мы можем продолжать гонку. Приехали, приехали, закончили гонку, уже там начинаем прикручивать ножку, смотреть, что там со слайдером, с пластиком и так далее. А пока можно ехать. И ничего страшного не произошло. Над личной стратегией нужно работать, когда ваше сознание ничем не отвлечено и ничем не занято. Во-первых, оно должно быть в целом нейтральное и какое-то даже немножко, я бы сказал, философское. Второе, вы не должны быть обременены никакими отлагательными условиями, например, как у меня сейчас, я жду назначения заседания суда, я сейчас не могу работать над стратегией. Потому что у меня есть отлагательные условия, которые полностью изменят мой график. То есть если мне сейчас придет смс о том, что заседание назначено через час, я вот сейчас прямо остановлюсь и поеду на заседание суда. То есть такого не должно быть, должно быть спокойное состояние. Третье, лучше, чтобы это был модератор. Спокойный, рыночный, который четко не представляет себе, чем вы занимаетесь и не является, скажем, специалистом вашей отрасли. То есть он должен смотреть на ситуацию со стороны. Это некий вы, только ситуация со стороны. И рука, которая пишет, рисует, как-то это все материализует и конвертирует в какую-то презентацию. Это лучший вариант. Он помогает вам сформулировать вашу позицию и помогает, наверное, настроить в общем концепцию движения к этой истории и визуализировать главное. То есть человек, который делает, в результате это рождается в презентацию. В презентации должны быть слайды, в слайдах должна быть картинка, в слайдах картинка должна визуализировать то, к чему вы пришли, чего вы хотите, зачем вам это нужно. Именно это, для этого нужен модератор.